Всем привет! Сегодня мы попробуем простейший лайфхак для изготовления вот таких круглых палочек и применим их в мебели. Приятного просмотра! И сначала я хочу показать, как я делал круглые палочки раньше. У меня даже были заказаны такие палки для вегвама и детских качелей. Буду использовать бук, он больше подходил по цвету для заказчика. Первый этап это нарезать и отформатировать брусочек на рейсмусе до сечения 16 на 16 миллиметров. Такой размер нужен, потому что далее я буду фрезеровать углы радиусный 8-мм фрезой. Всего будет 4 прохода. И если при первых трех проходах можно обойтись без перпендикулярного упора, установленного вровень с обгонным подшипником фрезы, то на четвертом проходе он будет служить и для безопасности, и для того, чтобы заготовка не прокручивалась. Далее нужно будет отшлифовать заготовку, установленную в шуруповерт, так как в патрон помещается только диаметр в 10 миллиметров, на циркулярной пиле я подрезал толщину. Шлифовал 100-й, 150-й и окончательно 180-й зернистостью. И это в принципе все этапы первого способа. Переходим ко второму, в котором диаметр будет меньше. Нарезаем квадрат 15 на 15 миллиметров, и в принципе далее рейсмус можно пропустить, но я почему-то все равно прошелся. Далее я радиусной фрезой немного срезаю углы и уменьшаю диаметр на циркулярке. На ютубе много способов изготовления круглых палочек, но наверное это для самых ленивых. Понадобится всего лишь нарезная плашка, закрепленная в тисках. В моем случае это размер М16, но после прохода итоговый диаметр получится 13,5 миллиметров. Устанавливаем шуруповерт и начинаем прокручивать через плашку без сильного давления. А также старайтесь держать заготовку перпендикулярно плашке, в противном случае можно получить плавающую толщину палочки. Субтитры сделал DimaTorzok Всю шероховатость убираем тем же методом, но начинаем с 60-й зернистости. А теперь вернемся к тому, где же это можно использовать. У меня мой хороший товарищ заказал вот такую киевскую полку, но немного с другими размерами. И как видите, в ней используются металлические рейлинги, и как раз их наши деревяшки и заменят. Такую сложную форму боковин будет легче сделать на ЧПУ. Ну и чтобы не промахнуться, я также на нем вырезал и остальные части. Ну а кто заметил ошибку в макете, тому лайк. Покрыл каркас вот такой краской в три слоя с промежуточной шлифовкой. Помимо палочек, я нарезал еще две буквы ламели и от рейсмусовал их до 5 миллиметров. Кстати новость, кто еще не знает, эта шлифмашинка уже в ремонте. После шлифовки 180 зерном покрываем все маслом для столешниц от фирмы Linus. Каркас я собрал на евровинты. И так как есть пазы для полок, засверловка проходит еще легче. Предварительную сборку я сделал перед третьим слоем краски. А также перед ним я отрезал в размер ламели и кругляк. Ну и последним этапом, было притянуть ламели с использованием клея на две нижние полки и пристрелить заднюю стенку из ДВП. И под этот веселенький джаз видео подходит к концу. И если оно вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!